всем привет вы на канале пользы нет меня зовут сани здесь только подробные обзоры и долгие стримы сегодня вопреки всему несмотря ни на что я расскажу вам вот об этой штуковине это google пиксель под я впервые вижу планшет который идет сразу в комплекте с док станции которая по совместительству является и колонкой зачем они это сделали это мы обсудим в конце а сейчас я расскажу вам о том что он классно выглядит очень удобно и в руке и хотя у него алюминиевая рамка и покрытие в то же время у него ощущение что ты трогаешь софт-тач пластик потому что сверху у него здесь керамическое покрытие есть разумеется основная камера есть возможность разблокировки по отпечатку пальцев что очень удобно если говорить о собственном процессоре то выбивает он в antutu неплохо 800 тысяч баллов и все материалы очень очень тактильно приятные на ощупь даже покрытие экрана олеофобная очень даже неплохое и за это я его хочу похвалить это дело вывезла кое-как на лайв канале одновременный стриминг на твиче игру в папке не вылетела хотя имела проблемы о них вы тоже узнаете и в целом большинство хвалит его вот за это дело стоит ли он своих денег для того чтобы поставить на зарядку на магнитную это устройство и радоваться тому что у вас есть планшет решите вы сами в процессе ролика либо в конце но напоминаю что функции которые ему приписывают из разряда управления умным домом способны осуществлять любое устройство дороже 4000 рублей достаточно туда установить для вашего умного дома конкретно программу если там будет жк экран никаких проблем смотрим перейдем к распаковке поставляется данный планшет в белой коробке с названием изображением и краткими характеристиками модели упаковано все отлично и надежно коробка огромная и открывается классно комплекте мы имеем сам планшет кратко руководство док станцию который является еще и колонкой и вес к слову 399 граммов далее есть блок питания с кабелем разумеется к сожалению он не той психный чехол для планшета я покупал отдельно в комплекте его нет габариты планшета 258 на 169 на 8 целых одна десятая миллиметра весит он 489 граммов габариты док-станции 94 на 169 на 70 миллиметров летим дальше розыгрыши моря читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это разумеется 5 ми бэндов 7 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео ежемесячно помимо этого разыгрывает сейчас еще смартфон он армиджик 5 ultimate условия в ролике по ссылке в описании подписывайтесь с колоколом перейдем же к планшету приобрести планшет можно в серой фарфоровой и розовой расцветки дизайн у планшета минималистичный выглядит он довольно стильно не скажу что подобный дизайн мне больше нравится чем дизайну последних планшетов от сяоми или apple или asus of но он однозначно необычные приятные тыльная часть выполнена из алюминия с нано керамическим покрытием ощущается кстати как софт-тач пластик материала повторяюсь тактильно приятные сборка качественная в руках держать планшет очень удобно из-за закругленных торцов завеса при длительном использовании разумеется у вас будут без упора уставать руки тыльная часть не особо маркой отпечатков пальцев в моем цвете на ней практически не видно на корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев качели регулировки громкости разъем юсб тайп си от аг версии 3.2 ген 1 также на нижней части планшета есть две силиконовые вставки для защиты планшета от царапин 4 контакта для зарядки передачи данных и аудио три микрофона и 4 стереодинамика динамики громкие звучание качественное но ему не хватало бы объема вообще если честно по звуку не на эту стоимость до при большой громкости у тебя есть ощущение что здесь есть вибро хотя его нет но это не спасает список аудио кодеков вы видите на экране вибромотора нет как и миниджек как и нет и к порта и разумеется нельзя запихать карту памяти и симку планшет поддерживают стилус но на этом все про клавиатуру я ничего нигде не нашел летим дальше google pixel tab оснащен lcd дисплеем на 10 целых 95 сотых дюйма с разрешением 2560 на 1600 пикселей рамки у экрана большие соотношения сторон 16 10 глубина цвета 24 бита с поддержкой 16 миллионов цветов плотность пикселей стандартная 276 55 если не сказать что скромная яркость 500 нет по тестам значение у меня иногда меньше при прямом попадании света на улице яркости не хватает а для помещения яркости достаточно автояркость работает корректно частота обновления экрана максимум и здесь вы упадете 60 герц мультитач есть и на 10 касаний откликается довольно быстро углы обзора неплохие не такие конечно как у амолит экранов но тоже не самый худший вариант в настройках есть функции для персонализации экрана под свои предпочтения также есть режим домашнего центра в настройках можно настроить заставку в режиме ожидания когда планшет находится на док-станции оповещение напоминаний не только для трансляции аудио или видео файлов с другого устройства на планшете и встроенный chromecast для обмена различными файлами контактами не только есть функция мир без шер ко всему данный планшет можно использовать как станция для управления умным домом разумеется но вообще-то любой планшет можно использовать для этого вообще у любой смартфон тоже к минусам отнесу то что данная модель умеет работать только с двумя приложениями одновременно в режиме разделения экрана напоминаю что есть планшета где можно разделять экраны на четыре части далее разблокировать экран можно стандартными видами разблокировки а также используют встроенный сканер отпечатков пальцев кнопки блокировки он работает довольно неплохо и быстро а вот распознавание лиц нет переходим к железу процессор здесь google tensor g2 сопроцессор titan m2 операционная система android 13 версии с коробки система работает неплохо для повседневных задач в целом производительности хватает но вот для игр я бы его не приобретал на лайв канале его уже гонял на твиче посмотрите все очень нерадужно он даже 1080p мне не захотел стримить оперативная память lpdr5 на 8 гигабайт внутренней памятью fs 3.1 на выбор 128 и 256 гигабайт имеется поддержка вайфая 6 серии поддержка bluetooth а версии 5.2 и на все разумеется не поддерживается gps навигации нет из датчиков на борту акселерометр гироскоп магнитометр датчик холла и как я уже говорил датчик внешней освещенности далее емкость аккумулятора 7020 миллиампер часов писи марки устройства выдала 6 часов 3 минуты это ужасно work performance 10000 максимальная мощность зарядки у док станции 15 ватт заряжала она у меня планшет 2 часа 53 минуты от нуля до сотки при том по кабелю он заряжается значительно быстрее динамик в док станции установлен 43 миллиметровый неплохой качество звука хорошая лучше чем у динамиков на самом планшете но несмотря на это она все равно не является вообще топовым я назову вам минимум 20 колонок которые будут лучше и будут дешевле в 10 раз идея с док станции пошла от устройства nest хаб макс поедает заряд в играх с одновременным стримингом на твиче всего 21 процент но при стриме в 720p 60 fps в том же папке это прям очень мало для проверки а больше он не тянет стабильности мало просадка по fps даже в этих сценариях имеется планшет перегревается яркость сбрасывает в два раза при том практически сразу запись стрима повторяюсь можете посмотреть на лайв канале перейдем же к тестам что он выбивает в тротлинг тесте вы видите на 100 потоках при 60 минутах в гикбенче шестом сингл кори 1399 в мультикоре 3495 3d mark что показал вы видите никаких проблем с его прохождением у меня не было в antutu выдал результат 801 тысячу попугаев сторож тест показал нереально скромный если не сказать убогие 34000 результат прогонки в стресс-тесте вы видите на экране тоже ничего хорошего в стыльной части расположили основной сенсор на 8 мегапикселей с апертурой f2.0 углом обзора 84 градуса запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps такое ощущение что планшет года так 2015 обозреваю правда фронтальный сенсор такой же на 8 мегапикселей с углом обзора 84 градуса максимальное разрешение для съемки видео у него тоже 1080p 30 fps различных режимов немного стандартные на борту качество фото и видеосъемки как по мне ужасно как у смартфона за четыре тысячи пять тысяч рублей у а два плюса тридми по моему качество было лучше короткие примеры вы сейчас увидите ну что же вот он пример работы камеры и но мягко сказать она разумеется ужасную даже для планшета даже для дня x максимум 5 до слов нет паузу можно ставить можно делать фотографии правильно у основной камеры есть еще таймлапс здесь у нас x 1 и 4 x 1 на фронталки фронталька фронталка на фоне основной камеры выглядит лучше потому что от фронталки ничего не ждешь но основная камера это конечно здесь у ну что у фото максимальный зум x5 видео можно считать что затычка здесь на уровне камеры лет десять назад и фронталка примерно такая же из активных минусов смотрите у фронталки это в первую очередь угол то есть во вторую очередь микрофона мне особо нравится как работают и третье что хочу отметить на солнце разумеется яркость экрану конкретно не хватает и в целом ну вот так вы сможете себя снимать опять же это видео звонки все это все равно качество видео звонков у кого-то из интернет кто-то может использовать хорошие видео звонки либо что-то поднять этим делом поднимать что-то лучше не поднимать опять же мое мнение потому что когда китайцы запихивать планшета уже 4k свободно пусть они не какие-то супер космические но там хотя бы неплохие фото можно делать на основной модуль здесь google решил что вот допустим у него есть усиление голоса и он молодец если эту функцию отключить даже не знаю как вы отключите вы а можно ставить 1 и 4 и еще раз повторяюсь наверное это примерно как с часами тела помните были пиксельные понятно что их все пиарили потому что на них мне кажется маржа процентов 90 что они стоят десять процентов от того что с вас требовали максимум по железу вот этот планшет также по моему мнению конечно пятилетний пятилетний норму вот сейчас это сказать что о здесь всего рамки сантиметры чтобы не было ложных нажатий вы поняли во всяком случае вы увидели какая фронталка минусы плохо реализована многозадачность по еще допиливать и допиливать хотя они не точно этого не будут делать частота обновления экрана 60 герц слов нет букв нет у конкурентов за стоимость два раза ниже 144 герца 120 герц нет gps навигации нет миниджека нет возможности расширить память вставив карту памяти нет поддержки sim карты нет вибромотора мало яркости экрана играть невозможно сбрасывает яркость люто учитывая что у него и так она маленькая плохое качество видео и фотосъемки цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео чтобы улыбнуться не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании всем огромное спасибо за просмотр отдельное спасибо если вы еще лайк ролику поставите поставите колокольчик и напишите в комментах что еще купить на обзор это своих денег вообще никак нигде ни в каком месте не стоит если идти поступательно процессор у гугла ужасный а если вы видите на этом ролике по вашему мнению так же как на других моих роликах про google большое количество просмотров по вашему опять же мнению помните что google принадлежит кому тому же кто кому и принадлежит youtube и разумеется когда рассказывал о пикселях об этом планшете но не факт что youtube будет рекомендовать но скорее всего будет не так много людей его приобретают в сша он и правда стоит копейки то есть если посмотреть как они продают на амазоне что они предлагают сверху комплекты но это x2 то есть можно реально делить на 2 то что мы видим в долларом эквиваленте если говорить о железе это жалкое подобие левой руки почему потому что это примерно то же самое когда мы с вами тестировали пиксель watch пиксель watch эта штука пятилетние давности железа внутри и продается сегодня и народ разумеется их пихает потому что маржа на них для продавцов просто космос ты продаешь железо которому три четыре пять лет и 60 герц экрана на серьезно сброс яркости до двух сотен нет и благая тонны и под фризе вает и ничего волшебного не в этих колонках не в этой колонке нет если вы приобретете любую планшетов и колонок который обозревал умных колонок много то вы получите лучший звук лучшее качество картинки все лучше и в целом как элемент декора как очень много правильно люди говорят что ты можешь его поставить вот так на кухню у тебя заставки будет какие-то кидать он у тебя как же к панель так вот если вы себе можете позволить за такую стоимость жека панель на кухне то почему нет я вас прекрасно понимаю отличная жека панель в отрыве от стоимости если же мы будем сравнивать его с любыми мастодонтами huawei ими даже леново не знаю xiaomi яблоком тем более но они издеваются просто и все они что делают они используют свои маркетинговые средства маркетинговые средства у гугла разумеется гугл поиск и youtube они благополучно рекламируют свое устройство фактически бесплатной и продают ультра мега гипер старое железо на супер неудачным процессоре пользователем при том еще и супер дешевым экраном объективно вот эта штука она собрана хорошо тактильно приятная но на этом вот внешность мои личные ощущения по отношению к нему заканчиваются я уверен что у него будут свои покупатели я уже своего нашел но понять их лично я не могу потому что для меня цена качество вот это вот характеристика она самая важная здесь она не выдерживает никакой критики девайсу от меня даже в отрыве от стоимости однозначно и нет потому что я не понимаю зачем в 2023 году вот это добра и удачи вам дорогие друзья не забудь подписаться на канал с колоколом